Здравствуйте! Это новости на ННТ, студии Махач Курванов и анонс о том, что сегодня будет в нашем выпуске новостей. Массовая авария. Накануне в Магарымкенском районе столкнулись три автомобиля. Подробности через минуту. Инсан запустил гуманитарную миссию по Дагестану. Маски, дезинфекторы и кислородные аппараты будут доставлены в районные больницы в связи с ростом заболевших. С матерью в съемном доме. Девушка с врожденной болезнью нуждается в реабилитационном лечении и помощи специалистов. О судьбе героини из Азербайджана расскажем чуть позже. Пятеро человек пострадали в массовой аварии в Дагестане. Накануне три машины столкнулись в Магарымкенском районе. Владельцы Toyota Camry и Ford Focus, совершая обгон, выехали на полосу встречного движения и допустили столкновение, совершавшие левый поворот автомашины Hyundai. В результате аварии получили травмы водитель и двое пассажиров Hyundai и двое пассажиров Toyota. Все они доставлены в местную больницу. По данному факту собран материал для принятия процессуального решения. В Дагестане в первом полугодии обнаружено 19 фальшивых денежных знаков. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года число подделок уменьшилось на одну банкноту. Больше всего выявлено фальшивых денежных купюр номиналом 5000 рублей. 14 штук. По словам управляющего отделением Банка России по республике Дагестан Мурада Идрисова, при получении наличных денег стоит проверить водяной знак, защитную нить, меняющий цвет при изменении угла зрения, защитные элементы. Но если вдруг закрались сомнения, ни в коем случае не пытайтесь расплатиться такой купюрой. За это предусмотрена ответственность вплоть до уголовной. Лучше отнесите купюру в любой коммерческий банк, там банкноту проверят или направят на экспертизу подразделения Банка России. Дагестанцы с долгами не смогут выехать за границу. С начала года уже более 53 тысяч жителей республики имеют задолженности по исполнительным производствам. Из них более 6 тысяч человек – это должники по алиментам. Все они ограничены в праве выезда за пределы страны. По данным Управления судебных приставов региона, благодаря применению подобных мер ограничений удалось взыскать с должников почти 300 миллионов рублей. В ведомстве напомнили, что узнать о наличии у себя задолженности можно на портале госуслуг. А тем временем в Дагестане отмечается значительный рост кредитования. По сравнению с прошлым годом объем розничного кредитования вырос на 80%. Это порядка 40 миллиардов рублей. Из них треть сделок заключено по ипотеке, сообщает Республиканское отделение Банка России. Работы по укладке асфальтобетонного полотна завершаются на улице 2-я больничная в Махачкале. Обновление проезжей части проводится в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Асфальт уже уложен на промежутке более чем 200 метров. Подрядчик компании «Нарт» уверяет, что специалисты трудятся в полную силу и через пару дней объект будет сдан. Фонд «Инсан» запустил масштабную гуманитарную миссию по всей республике. В связи с увеличением количества пациентов, заболевших коронавирусом, во многих районах республики возникла необходимость в масках, дезинфекторах и кислородных аппаратах. Представители благотворительной организации посетили уже несколько отдаленных муниципалитетов и доставили помощь в центральные больницы. Делегация фонда «Инсан» уже побывала в Ахтынском, Курахском, Унцукульском, Гунипском, Длиаратинском и Баваюртовском районах. Туда уже доставлены маски, дезинфекторы и кислородные аппараты. В ближайшие дни аналогичные грузы будут доставлены еще в ряд городов и районов Дагестана. Следующий наш сюжет об инвалиде первой группы Диане Шехвилиевой из Маграмкенского района. Девушка родилась с рожденной челюстной аномалией. Она потеряла отца, сестру, а затем и брата. В настоящее время проживает со своей пожилой матерью в арендуемом сельском доме, где ей помогают местные жители. Диана нуждается в реабилитационном лечении и помощи специалистов. Подробнее о трагической судьбе девушки расскажет Наталья Ханбабаева. Диана признается, что после смерти родных она и сама не хотела жить. Слишком тяжелый груз навалился на семью. В конце 80-х они переехали из Азербайджана в Дагестан. Здесь отец стал сильно выпивать и не работал. А из-за долгов пришлось продать дом. Вскоре он умер из-за инфаркта, а семье пришлось скитаться по съемным квартирам. Пил, пил, очень много пил он. Я ему говорила, ну избивали, маму избил, такой это был он. Я ему говорю, делай мне паспорт, и я не буду собираться делать, говорит. И так оставил. То несколько месяцев он сам умер. Не знаю, а инфаркта что ли, а что-то умер он. После него сестра на машину, 14 лет, на машину углали, умерла. Ну, бабушка, 4 человека ушла, брату уже повесил. Это не все проблемы. Около 10 лет назад Диана получила серьезную травму ноги. Девушка перенесла сложную операцию. Теперь ей ежедневно необходимы сильные обезболивающие препараты. Нога упала у меня давно, уже 10 лет больше будет. Упала, и я не знаю, что случилось. В группе нормально, вот где бы опрячу взяли. Это опухоль мне не давит ходить в это место. Сильно болит. Она вот так стоит, она открывает мою ногу. Все равно находила я. Денег на лечение не хватает, а чтобы получить помощь от государства, нужны российские паспорта. В прошлом получить гражданство им запрещал глава семейства. Сейчас все документы, удостоверяющие личность даже на азербайджанской территории, утеряны. Иначе разбираться в их вопросе. И, оказывается, у них нет документов. У Наргеля был паспорт, был азербайджанский. Она этот паспорт потеряла. У Дианы была метрика, она должна была получить паспорт российский, когда еще в Дербенте, но по каким-то непонятным причинам она паспорт не получила. Отец семейства употреблял спиртные напитки, это внимания не уделял. Была социально неблагополучная семья. Конечно же, вопрос стоял получить азербайджанский паспорт. Через посольство дали документы, азербайджан не подтвердил их гражданство. Хотя, их родственники, которые обратились в местную администрацию, их сельскую, там в книгах по хозяйственным, там, где должны быть данные, все данные на них есть. Проблем у семьи много, но вопрос здоровья Дианы стоит на первом месте. Ответственные службы республики могут помочь девушке. Ее желание – вернуться домой в Кусарский район Азербайджана. Нужно только приложить немного усилий. У меня два желания. Одна нога поправится, а вторая – поехать в свою родину. Потому что я очень устала. Наталья Ханбабаева, Магомед Магомедов, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ. Магарамкенский район. И о спорте. В Ленинском районе Махачкалы завершился чемпионат по футболу среди детей до 14 лет. Турнир был организован в рамках муниципального проекта «Спорт в каждый двор». Каждая из десяти команд представляла свою территориальную зону района, соревнуясь на протяжении летних каникул за звание лучших. Золото лиги у команды «Восточная». Восемь побед и одна ничья. Второе место у команды «Центральная». В тройке лидеров и ребята из команды «Редукторный». Победителей наградили призами общественные деятели Булач Чан Калаев и Арсен Магомедов. Главным гостем заключительной игры стал руководитель Министерства по физической культуре и спорту Сажид Сажидов. Сегодня мы находимся на футбольном поле на территории 59-й школы. Мы вместе с моим заместителем Удуном Хачебековичем пришли посмотреть на футбольную лигу Ленинского района города Махачкалы, которая впервые организовала такую детскую лигу среди детей до 14 лет по футболу. И сегодня заключительный тур этой лиги. Пришли посмотреть на ребят, на игру, на организацию, как это все проводится. Действительно, хочу поблагодарить руководство Ленинской администрации в лице Алхасова, Магомеда. И молодежную политику ведет отдел спорта этого района ребят за их инициативу, за такую организацию, которая дает возможность молодым ребятам проявить себя, показать себя. И я думаю, мы со своей стороны только будем поддерживать и помогать, и находиться рядом с теми людьми, кто созидает, делает, строит во благо, чтобы наша молодежь, наше общество было здоровым, спортивным и приносило пользу нашей обществе и республике. Отмечу, что на протяжении всей лиги лучших игроков также поощряли депутаты и именитые спортсмены. Сейчас организаторы игры обсуждают возможность сделать футбольный турнир для детей ежегодным. В Дагестане провели День спорта с Росгвардией. Такую акцию ведомство приурочило к Всероссийскому дню физкультурника. Спортивное мероприятие для студентов и школьников прошло на базе Махачкалинского ОМОНа «Горец». Ребятам рассказали о службе в спецподразделении и задачах Национальной гвардии. Затем на тренировочной площадке спецназовцы продемонстрировали навыки высотной и штурмовой подготовки и провели подробный мастер-класс, после чего гости имели возможность попробовать свои силы высотной подготовки. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать сегодня. Смотрите наши новости, также смотрите нас на сайте nnttv.ru. Всего доброго, до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова